Подпишитесь на канал Max4Clash, здесь вы найдете огромное количество видосов по игре Clash Royale, среди которых открытие сундуков, турниры, тактики, конкурсы и многое другое. Кстати говоря, его голос мне напоминает другого популярного ютубера, когда услышите, поймете о чем я говорю, ссылочка в описании. Всем привет, с вами Аурум, и как вы знаете, мне выпал Дровосек, это легендарная карта, которая появилась в последнем обновлении, и сегодня мы будем смотреть, как я ее тестировал. Пожалуй, стоит начать с того, что такого количества боев я не проигрывал, тестируя ни одну карту, как Дровосека. Я проиграл практически каждому соклану, используя и голема, и гиганта, и трех мушкетеров, и даже королевского скелета, или как он там называется, гигантского скелета, да, то есть я проигрывал просто всем. И потом, в итоге, ко мне пришло вдохновление, и я попробовал использовать гиганта плюс шар, плюс этот Дровосек. И давайте посмотрим, что у меня в итоге получилось. Суть стратегии очень проста, то есть в двух словах могу объяснить, да и вы, в общем-то, наверное, уже догадались. То есть мы выпускаем гиганта, как основного танка, выпускаем нашего Дровосека, чтобы он немножечко прочищал путь и сдох в нужный момент. То есть основная задача его умереть. И выпускаем шарик. И в таком ключе, как только умирает Дровосек, все войска обычно агрятся на гиганта, то есть, ну, основные войска. Тем временем шар долетает до башни и очень-очень сильно ее демажит. Подобные тактики я называю на лоха. Почему? Ну, потому что очень часто на контратаке можно проигрывать. То есть, если против меня играли шаром и гигантом, я очень жестко дефился, а потом сразу шел в контратаку. И знал, что у соперника, скорее всего, нет эликсира. Я тоже отхватывал, когда играл сейчас вот этой тактикой. То есть, если вдруг соперник законтрил все мои войска, то я отгребал просто по полной. Но потом я понял, что нужно еще как-нибудь контрить. Единственный минус, который в этой колоде, в моей текущей, это то, что у меня нету сборщика эликсира. То есть, я реально иду в обанк. Потому что, ну, подумайте, шар стоит 5, гигант стоит 5, и плюс еще Дровосек, который стоит 4. То есть, в сумме получается 14 эликсира. И это нужно использовать за один заход. То есть, по-другому идти невозможно. Мои сокланы мне говорили, что ты не используешь вместо гига Дровосека? То есть, не бери гиганта, а просто вместо него возьми Дровосека, облегчи колоду, всунь туда эликсиросборщик. Ребят, это все круто, но как только Дровосека убивают, то все, на этом все. Шар сразу контрится за 2 секунды, чем угодно, мухами. Очень много у людей в колодах мухи. Поэтому, ну, это не вариант. Нужен все-таки танк. А Дровосек не является как таковым танком. Этой колодой я провел уже более 15 поединков. Но суть в чем? Сегодня, когда я записываю это видео, второй день сезона. А первый день сезона я не играл. Поэтому игроки попадаются мне слабее. Меня, видим, 9 уровень. Но его прокачка не намного, прям, ну, не намного слабее меня. То есть, он пытается со мной атаковать. А в начальных картах я не увидел своего комбо-микса. Поэтому начал выбрасывать просто карты, контрить его и так далее. Сейчас мне остается выбросить мух. Я надеюсь, что я выброшу мух именно в тот момент, когда он тоже пойдет в бой. Видим, что так, в принципе, и происходит. Мы практически синхронно выбрасываем свои карты. Он выбрасывает Корги Га и Хога. Я выбрасываю мух. И, в принципе, он не наносит мне критического урона. И вот наш дровосек. Он идет вместе с варварами и мухами. И чувак пытается со всех сил меня контрить. И сейчас я буду выбрасывать шарик, ребятки. Но почему-то чувачок не стал ждать наполнения эликсира. Потратил весь элик и так и не законтрил. Самое смешное, что мой дровосек еще жив. Он подбирается к башне, бросаю стрелы. И, ребят, он умирает, оставляет после себя рейдж. И это все. Я пишу чуваку огромное спасибо за такой жирный реплей. И, ну, блин, это просто реально круто. С первого захода я получаю три звезды. Это как будто с парки играть, понимаете? То есть трешка просто тупо на изи. Но, опять же, здесь есть психологический момент. Чувак очень ссыковал этого дровосека. То есть он, понятное дело, первый раз, возможно, увидел эту карту. И если бы он, вот если сейчас посмотреть, если бы он дождался фаербола своего, то, ну, не тратил эликсир зря, а дождался фаербола, он всего лишь четыре эликсира. То есть это недолго. Он бы накрыл полностью весь мой мусор. И в итоге мы бы играли немножечко подольше с ним. В этом реплее соперник уже более серьезен, но не ради этого соперника я покажу этот реплей. Я хочу просто показать, что бывает, если вовремя дровосек не умирает. Итак, соперник выбрасывает с парки. Я по противоположному флангу выбрасываю шарик, ну, чтобы просто не простаивал эликсир. И путем этого вот небольшого столкновения я даже остаюсь в плюсе по эликсиру. Теперь мне остается выбросить скелетиков и варваров на спарке, чтобы ее законтрить. Кстати говоря, в этой деке контриться спарке именно таким образом неоднократно так делал. Конечно, есть определенная проблема, когда идет коргиг. Но я думаю, что, в общем-то, с этим тоже можно справляться. И надеюсь, что я вам сегодня еще покажу такой реплей, там, где я контрил коргига. Итак, я выпускаю гиганта. Соперник, видим, не очень как-то этому рад. И здесь все по накатанной. То есть перед гигантом будет выброшен дровосек, потом шар. Видим, соперник почему-то из-за башни короля выбросил коргига. Не знаю, зачем он это сделал. И вот, вы видите, да, что башня изначально сагрилась на моего гиганта. И вот шарик летит, летит. И вот здесь должен был сдохнуть дровосек, но он не сдыхает. И, блин, именно за счет этого шарик не успевает полностью уничтожить башню. Но ничего страшного, в целом я начинаю контрить королевского и вражеского гиганта под рейджем. Это реально фаново. Вот. И мои мухи, конечно же, сейчас уничтожат базу. Но суть этого реплея в том, что нужно, чтобы он желательно вовремя умер. Так, ну что же, ребят, давайте напоследок проведем какую-нибудь онлайн-атаку. Видите, опять мне попадаются девятые уровни. И, в общем-то, ничего страшного. Я только-только рад. В деке у меня сразу нет, к сожалению, трех карт. Поэтому сейчас будем, грубо говоря, дефаться. Ну, в общем-то, читалось. Королевский гигант. Понятно все. И теперь можно сразу начинать уже выход. Выход именно гигантом с этой стороны. Здесь принцессу накроем стрелами. Такс. Он тоже прочитал, что будут стрелы. Выбросил ледяного мага. Башню я ему не кисло так зафигачил. Все-таки не хватит у меня, не хватит эликсира у меня для того, чтобы пусть гигант, в общем, сам пойдет. Он отвлечется на гиганта, там подефится. Да, вот так. Вот мой маленький молодец. Молодец. Так. Гигант все-таки немножко прошел. Мухи поддерживают принцессу. И, в целом, я добился нужного результата. Ждем двойного эликсира и будем на него заходить реально вот этим вот миксом. Сейчас опять будет его Корги и ГТ, наверное. Может и не будет. Может и не будет. Слушайте, а может и не будет? А если не будет? А может не будет? А что если не будет? Видим, у него такой заход интересный. Мушкетер. Мушкетер. Вот, все правильно. Так, поехали. Значит, варвары. Фаербола у него никакого нет. Здесь у нас сразу идет наш пацанчик. Наш пацанчик. И ждем шарик. Ждем шарик. Ждем шарик. 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 Давай, давай. Шарик. Есть. А ну, в общем-то, все. Сейчас вот. Вот оно. И вот. Лети, мой лепесточек. На север. Через восточек. Давай. Ну, как бы на изи. Не знаю. Ничего сложного по большому счету нет. Конечно, вторую базу он не пропустит сейчас прям. Но, в общем, как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Отдам, наверное, ему башню одну. Сразу выбрасываю сюда в помощь моего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не убивайте его. Хорошо. И шарик. Шарик, шарик, шарик. Вообще, он красавец. Смотрите, что. Что. Смотрите, что происходит. Что происходит. Надо было страховать каким-то образом. Я не стал страховать. В общем-то, он идет опять в контратаку. Опять идет в контратаку. Вот то, о чем я говорил. Контратаке здесь это опасно. Это всегда опасно. Очень и очень опасно. 5 секунд остается до конца. Хотелось бы, чтобы он у меня забрал все-таки башню. Но нет, не забирает. 120 хп. Я бы трешечку здесь взял, если было бы дополнительное время. Ну, а так, имеем то, что имеем. Короче говоря, ребят, я не сдержался и сделал еще одну фан-атаку. Точнее как, я записывал картинку на экране, но, к сожалению, блин, не записывал в этот момент звук. Ну, точнее, на iPad звук записывался, но там он говеный, сами понимаете. Поэтому я прокомментирую то, что происходило. Конечно же, это будет не так по фану, как вживую. Но все же, реально было достаточно интересно. Короче говоря, я вижу, что у него есть Core Geek. Это для меня типа минус, да? Потому что у меня защитных сооружений вообще нет. Но, с другой стороны, абсолютно пофиг. Я принимаю решение сразу кинуть дровосека вместе с варварами. И чувак не спешит меня контрить. Кстати, лучше бы мы реплей смотрели, потому что я не понял, почему мой дровосек по сей час, по сью секунду еще живо смотрим и раз! И чувак плачет, потому что, ну чё, башни у него сходу нет. И я еще сделал даже одну тыку шаром по его королевской башне. Он мне пишет, отличная игра, конечно же, пальчики держу за тебя вверх, все офигительно. И на этом моменте я начинал расслабляться. Или не на этом моменте. В общем, где-то здесь сейчас будет момент, где я немножечко расслабился и, грубо говоря, практически полностью отдам свою башню. Цель у меня одна и та же. Я хочу три короны. Я хочу очень сильно три короны, поэтому опять захожу гигантом. Жду, что он сейчас тоже будет на линию ставить, скорее всего, своего коргига. Вот он поставил. Бросаю варваров и контрю сейчас без проблем. Опять же, я не вижу его фаербола. То есть, весь бой я не видел, что у него есть фаербол. Он потом в конце его покажет, зараза. И вот еще момент. Я немножечко поздно выбросил своего гиганта. Но, в принципе, в целом нормально. Видим, что мой дровосек ушел назад. Если бы он сейчас не ушел назад, то, скорее всего, это была бы трешка прямо сейчас. Но пока мы трешкой даже не пахнем. И вот оно, блин. Ну вот, понимаете. Он взорвался. Прям все здоровски было. 213 хп остается на башне. 52 секунды до конца. Я могу спокойно сейчас бросать стрелы. Я знаю, что я могу бросать стрелы. Но я этого не делал. Хотел как-то оттянуть его время жизни. И вообще, ну то есть, я не особо люблю добавить. Ну, точнее, нету особой доблести или чести в том, что кого-то добивать со 100 хп. Вот. Поэтому я пытаюсь сделать еще один заход. Но 30 секунд остается до конца. И мне для того, чтобы взять три короны, нужно либо отдать свою башню одну, да. Что я, в принципе, частенько делаю. Либо же все-таки, ну вот, видим, да, я контрю-контрю. Забываю, что остается 15 секунд. Нужно было отдавать ему все-таки эту башню. И идти на три короны. И здесь я понимаю, что, ну все, придется бросать стрелы. Потому что его CoreGeek, скорее всего, не успел бы снести меня на... Ну, в общем, снести мне одну из башен. Ребят, в общем, на этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. В этом видео были и реплеи, и какие-то нарезки. И я тещу уже более суток этого дровосека. На самом деле, достаточно фановая колода получилась. Я надеюсь, вам реально она понравилась. В будущем, скорее всего, конечно же, найдут применение этому дровосеку и в других колодах. Я, к сожалению, ваш покорный слуга не смог найти применение дровосеку в других каких-либо колодах. Вы видели в начале видео, что я испробовал все, что только можно, но нифига почему-то у меня не получается. Только в этой колоде есть хоть какой-то прикольный, фановый, хороший результат. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачки, ребят!